Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, это канал Трипл Вайп, но и ты знаешь, это новое видео о Destiny 2. Сегодня оно посвящено очень важному обновлению, о котором разработчики рассказали сообществу в недавно вышедшей статье на этой неделе в Банже, а именно об изменении системы прокачки персонажей и их уровня силы. Там в статье, кстати, довольно много интересного, показали некоторые изменённые экзоты, Крысиный Король вообще всех в ужас привёл, например, Гравитоновое Копьё тоже впечатляет, короче, посмотреть есть на что. Но изменения в системе прокачки привлекают внимание больше остального, поскольку это ключевое изменение, которое влияет на весь энгейм в принципе. Когда полгода назад, после релиза Destiny 2, я делал видео о том, как прокачать свой уровень силы быстрее, в комментариях многие жаловались, мол, это и так выполняется быстро, и особо лайфхаков будто бы и не нужно никаких. И с этим согласны разрабы. В статье они пишут, что быстрая прокачка и правда стала проблемой. Сколько бы вы ни играли в Destiny 2, какие бы активности ни закрывали, вы довольно скоро получали максимальный уровень силы своего снаряжения, и очень быстро задавались вопросом, а чё дальше-то в игре делать? С выходом расширения Военный Разум мы вводим в игру новую систему наград. Эти изменения коснутся не только Военного Разума, но и всего эндгейм-контента Destiny 2. Мы хотим, чтобы достижение максимального уровня силы стало непростой задачей, и заставляло игроков снова и снова возвращаться в мир Destiny. Короче, да, нас будут заставлять возвращаться в игру. Что говоришь, дропнул? Игра скатилась? Ну, иди сюда, расскажу кое-чего. Во-первых, с релиза DLC Военный Разум максимальный уровень силы составит 380 единиц, плюс 5 через модификаторы, 385 и того. Во-вторых, вот ключевая фраза из статьи. Мы хотим, чтобы игроки, завершающие все недельные задания, смогли достичь максимального порога силы только через несколько недель. Если игрок не участвует в еженедельных заданиях, то он вряд ли сможет достичь максимального порога до выхода следующего расширения. До следующего расширения! Следующая будет с огромной долей вероятности только осенью. Так что, готовы к гринду на 4 месяца? Как мы будем повышать силу? Разработчики обратили внимание на несколько ключевых пунктов, ведущих к успеху. Первый. Выполнение всех еженедельных активностей. Это сумеречные налеты, рубежи, рейды и испытания 9. Второе. В рейдах и испытаниях 9 уровень силы лута будет выше, чем уровень лута в других активностях. Эти активности до сих пор являются топовыми для ПВЕ и ПВП игроков. Ну а третий. Клановые энграммы. Тоже хороший способ повышать уровень силы. Из них могут выпасть награды на 15 единиц выше по уровню, чем ваш персонаж. Это будет хорошим стимулом завершать еженедельное задание с оклановцами. Таким образом, по сути, удерживать игроков собираются, просто понизив получаемый опыт. Получить 385 силы станет настоящей заслугой. Вы будете прилетать в башню и вам сразу все рабы с 340 лайта будут в ножки кланяться и отдавать яркую пыль. Ну а если серьезно, мое мнение такое. Боюсь, оно все с той же формулировкой. Введи Банжо эту систему прокачки на старте игры или хотя бы с Осирисом. Она бы могла удержать игроков. Это бы и правда вернуло бы соревновательность. У меня, например, с моим графиком и распорядком, в таком бы случае точно не было бы трех прокачанных в максимум персонажей. Но беда та же. Слишком поздно. Сейчас это может не то, что вернуть, это может напугать игроков. Поскольку вектор D2 был более казуальный, чем в первой части, ее аудитория воспитана уже иначе. И будет нелегко объяснить Васечке, почему теперь так сложно и тяжело он получает заветный плюс 1 к уровню силы. Но я всегда верю в лучшее для игры. Вопреки многим, кто пишет в комментариях, типа я стал главным хейтером Destiny, я большой фанат вселенной Destiny. И все мои недоверчивые взгляды на очередной патчноут только от того, что я всегда желал игре лучшего. И мне не нравится видеть то положение дел, что есть сейчас. Так что ждем DLC, стартуем и вместе будем поднимать уровень силы. Я выпущу ролик о том, как быстрее поднять лайта и все такое. Глядишь общими усилиями, сделаем Destiny великой снова. Спасибо за просмотр. Напомню, что 24 апреля пройдет первая демонстрация трейлера и геймплея DLC Военный Разум. На русском языке трансляция будет проходить прямо тут, на канале Triple Vibe на YouTube. Так что ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить премьеру и узнать обо всем в числе первых. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok